Продолжение следует... ...середача информации судам дальневосточного пароходства с помощью системы международной спутниковой связи «Инмарсат». А ведь сравнительно недавно, всего в 1900 году, Александр Степанович Паков провел первый сеанс радиосвязи между кораблем и береговой радиостанцией. Вот этими крестиками обозначены места стояния спутников над Атлантическим океаном, Индийским океаном и Тихым океаном. Зоны действия этих спутников от 70 градусов южной широты до 70 градусов северной широты. Тем самым получается глобальный охват всего мирового океана. И где бы судно ни находилось в любой точке мирового океана, это судно имеет возможность выйти на один из трех спутников, расположенных над океанами. Связь на флоте – жизненная необходимость. И не только в моменты критические. В радиоцентре Министерства морского флота свои часы и даже дни пик, особенно перед праздниками. Суда докладывают о выполнении заданий. Доставили оборудование для строящегося в тегере металлургического комбината. Это на наш вызов ответил сухогруз Ольга Варенцова из Квинейского залива. Но разговаривают через тысячи миль не только о делах. Точками и тире, телеграфом и телефонами, экипажами и севцами, не видевшие родных, передают привет. И через все меридианы слышат в ответ традиционные и так нужные им слова – «семь футов под килем» и «попутного вам ветра». С морем ведь не шутят. Для обеспечения безопасности в этом году начнет действовать еще одна международная система – Каспас-Сарса. Вот этот аварийный бой, разработанный, как и множество другого оборудования, Министерством промышленных средств связи, автоматически сбрасывается с корабля и моментально устанавливает связь с Землей через спутник. Так радио становится все более надежным маяком на морских дорогах.